Всем привет, это снова Иса, и сегодня у меня обзор на палетку Hitopian Dream, она же Mothership 9, самую последнюю палетку от Pat McGrath. Я уже на самом деле снимала у нее первое впечатление, оно было не очень положительное, но я решила не буду торопиться с выводами. Сначала ее хорошо протестирую, и прошло уже где-то, мне кажется, недели-две, как я ее тестирую. И скажу, что мое финальное мнение, честно говоря, не особо изменилось с самого первого впечатления, мнения, потому что там мне понравилось в принципе качество. Мне понравились вот эти вот два оттенка, и вот этот вот хайлайтерный оттенок тоже очень хорош, собственно, как хайлайтер, вот он у меня сегодня. И все остальные оттенки мне не очень понравились, плюс еще, ну давайте, не буду торопиться, давайте начнем с того, что вообще сколько палетка стоит, 125 долларов, как всегда, Pat McGrath, большие палетки столько стоят. Приходит она вот в таком вот красивом картонном домике с нереально красивым артом. Тут есть завязочки, потому что мать в последнее время экспериментировала, то она убирала завязочки, то она там делала вместо золотого дна, делала черное дно, но здесь все по классике, слава богу. И началось мое разочарование с того, что компания была такая очень такая яркая, очень такая в пастельных тонах, какие-то нереальные использовались видео и фотографии. И вот выходит вот такая вот палетка, да, посмотрите тоже на оформление, на арт, на обложке. И вот то, что вот внутри, мне кажется, очень сильно диссонирует с тем, что вот на обложке. Вот здесь вот такая феерия каких-то пастельных и вообще всех цветов радуги. И здесь вот такая вот очень, какая-то немножко однообразная гамма, причем в таких оттенках, которых матери вообще просто, мне кажется, половина последних палеток, они вот в такой вот гамме выходили. И поэтому, когда я увидела ее вживую, я была очень разочарована. То есть сначала, когда показали фотографию палетки, да, какие там оттенки внутри, я была уже тогда разочарована. Потом получила ее, посмотрела, мне она показалась еще темнее, чем она была на фотографиях и еще более розовее, чем она была на фотографиях. Поэтому я была второй раз разочарована. Но почему я была разочарована, давайте я вам попробую объяснить. Во-первых, у меня есть первые две розы и у меня есть также кое-какие другие палетки от Pet Magrat. И там вот эта вот гамма, она довольно часто встречается. В частности, палетки Venus in Flurs, там четыре довольно похожих оттенка, которые здесь есть вот в этой палетке. Какие-то оттенки, похожие к гамме, можно найти в вот этой вот палетке 18 оттенков Mothership Mega. Плюс Hitopian Dream, она в принципе похожа на вторую розу. И давайте пройдемся по предыдущим палеткам Pet Magrat и я вам попытаюсь объяснить, почему меня настолько сильно разочаровало, что вот девятая Mothership такая получилась. Вот он, первая палетка, называется Subliminal или Подсознательный. И посмотрите, здесь какая-то прям такая очень интересная, какая-то мечтательная гамма. Здесь все холодные оттенки, есть очень красивый синий оттенок. Вот эти вот два астральных оттенка тоже очень классных. Такое желтое, бледное золото. Очень, мне кажется, интересные оттенки, они уникальны даже для самой Pet, потому что здесь вот в таких, в такой холодной гамме у нее очень мало палеток. Плюс еще вот, ну не знаю, мне кажется, вообще никаких подобных цветов больше в других палетках вы не встретите. Очень уникальная палетка, у меня есть настроение на холодный макияж, я ее с удовольствием достаю. И вот вторая палетка, она же Sublime, то есть возвышенный. Вот такая вот здесь гамма, абсолютно противоположная тому, что было в первой палетке. Здесь уже такая теплая гамма, даже, я бы сказала, почти нюдовая. Вот если закрыть вот, не знаю, зеленый оттенок, в принципе, здесь все вот такое очень нюдовое и подходит для того, чтобы носить палетку в офис. И вроде как бы теплая палетка, но не такая прям, что горячая, как, например, пятую палетку, которую мы тоже посмотрим. Опять же, уникальные оттенки такие. До выхода, мне кажется, первой розы это была такая самая, мне кажется, нюдовая палетка Pet Magrat. Выходит третья, она же Subversive. И здесь, собственно, название означает подрывная или подрывной. И вот такая вот очень яркая палетка, очень такая гранжевая, тоже, опять же, уникальные какие-то оттенки. Вот эти вот три спешла, они прям действительно очень такие спешлы. Здесь очень красивый Night Creature оттенок, немножко такая пугающая гамма, довольно темная и не для всех, но, опять же, уникальная какая-то гамма под уникальное настроение. И нет каких-то подобных палеток больше у Pet Magrat. И ею я крашусь, когда у меня подрывное настроение, так сказать. А Bronze Seduction, или это же бронзовое искушение, наверное, переводится. Я крашусь, когда хочется такой какой-нибудь роковой женщине побыть. Здесь такая она тоже теплая очень палетка, но уже такая прям горячая, я бы сказала. Если вторая была в таких вот более нюдовых, в более нюдовом варианте, то здесь такой вот прям горячий нюд, очень красивый красный оттенок здесь есть, тоже такие довольно уникальные special shades. И тоже под настроение такой вот роковой женщины можно ей украситься. Твертую Мазершу мы пропустили, потому что там только металлики, и мне чисто палетка металликов не нужна. У меня и так уже избыток красивых шиммеров, которые мне некуда девать, и я решила, что не пропущу эту палетку. Шестая палетка тоже Midnight Sun называется, есть такое природное явление, когда, не знаю, за полярным кругом, наверное, когда постоянно солнце не заходит, и в полночь тоже есть солнце. И мне кажется, название очень хорошо отражает тоже гамму этой палетки. Здесь вот видите и солнце, и луна, и лес какой-нибудь, и вообще природа, можно тут накраситься и быть королевой друидов. Тоже уникальная абсолютно палетка, в абсолютно другом настроении, под какие-то, под другие какие-то случаи жизни можно ее носить. То есть нет пока вообще никаких повторений, все, все палетки абсолютно разные. И выходит у нее первая роза, которая была, мне кажется, самая успешная палетка до сегодняшнего дня. И, наверное, сейчас все равно она остается самым успешной палеткой, потому что эту палетку, мне кажется, уже спредавали раз и два. Просто люди не могли ее купить, потому что был такой ажиотаж. Это была впервые очень нюдовая палетка от Pat McGrath. Это бренд, который немножко отпугивал некоторых людей своей такой яркой гаммой, какими-то странами Special Shades. А здесь все такое очень юзер-френдли, очень хорошего качества палетка. И все прям супер нюд, можно вообще на любый случай жизни ее носить. Такая вот немножко прохлад... нейтральная, наверное, палетка. Я не могу сказать, что она холодная. Но первая в своем роде, в таких вот оттенках, не знаю, пыльно-розы. Вот это вот действительно была уникальная палетка и революция. После этого мать прорвало, она выпустила там Ritualistic Rose, вот такую вот четверку тоже в таких розовых оттенках. Была у нее Rose Decadence шестерка, которую я не купила. Там тоже все в розовой гамме. Мазы Шипмека тоже довольно много каких-то розоватых таких оттенков. В общем, мать понесла на розовые. Она выпускает Божественную розу 2, но здесь хотя бы на тот момент гамма тоже была уникальная, потому что если у нее была первая роза такая очень нюдовая розовая, то это вот такая яркая розовая палетка. То есть, в принципе, она тоже не перекликается по настроению со всеми предыдущими палетками. Хотя тут опять же все эти оттенки, которые мать любит, и бронза, и золото, и всякие вариации на тему розового тоже присутствуют. Ну и когда мать начала выпускать всякие тизеры, которые приводили людей к мысли, что выйдет у нее такая палетка пастельная, какая-нибудь разноцветная, то мне кажется, это было бы очень в тему, потому что все палетки, которые вышли, они все были разные, все в разном настроении, к разным случаям жизни подходили. И тут, блин, выходит вот такая вот, и для меня это повтор настроения второй розы. Даже в своем первом впечатлении я там делала сравнительные сводчи, и там видно, что не похожи, ну, не один в один там оттенки, но все равно настроение похоже. Я когда крашусь, у меня никогда не бывает, ой, я хочу вот такой вот оттенок розовый, но был бы он вот такой вот, не знаю, более коралловый, или там... Я просто когда крашусь, у меня какое-то настроение, я под определенное настроение выбираю палетку. И вот мне кажется, у меня, ну, это настроение будет накраситься, такой сделать яркий розовый макияж. Я, наверное, все-таки вторую розу возьму, потому что за исключением вот этих вот двух оттенков и вот этого хайлайтерного оттенка, все остальное мне нравится больше во второй розе. И эту палетку я буду доставать только для того, чтобы накраситься вот этими двумя оттенками, все остальное как-то очень мимо. Ну, и вот этот вот оттенок тоже как хайлайтер очень хорошо смотрится, как мне кажется. И вот все остальное мне вообще не нужно было абсолютно, все эти оттенки из палетки в палетки у нее ходят. Это вот бронза, которая везде у нее, и вот эти вот розовые какие-то розоватые такие оттенки, розоватые шиммеры, розоватые матовые, просто уже сколько можно. Поэтому я так сильно разочаровалась тут, то есть я за 125 долларов купила себе вот эти вот два оттенка, которые буду с удовольствием использовать. И как бы не стоит оно того, если у вас нет первых двух роз, тогда еще можно в принципе купить эту палетку и с удовольствием ей пользоваться. Есть люди, которым они кажутся абсолютно разными, я рада за них, потому что мне они не кажутся разными, они мне кажутся похожими достаточно, чтобы не оправдывать цену в 125 долларов. Если бы у меня не было первых двух роз, наверное, я все-таки полюбила бы эту палетку, но не знаю. В общем, я была разочарована. Что по поводу качества? Качество здесь хорошее, мне не очень нравится направление, куда идут вот эти вот астральные оттенки. Они красивые очень, но они очень сыпучие. У них такое вот, знаете, это вот как блесточки, которые довольно крупно помолотые, и поэтому они на веки смотрятся немножко шероховато и немножко как будто с проплешинками, потому что они не везде плотно прилегают, где-то вот под углом немножко стоят. И в итоге, ну, смотрятся неоднородно, когда на веки. Нужно носить оттенки только мокрой кистью, чтобы смотрелось более гладко, но тогда, мне кажется, на веки они больше скатываются. Я вот вчера делала макияж с вот этим вот аметистовым оттенком, самым моим любимым в этой палетке, и у меня он скатался. Там еще была такая черная подложка, немножко кремовая, и поэтому плюс мокрая кисть, этот оттенок, он прям сильно скатался. И не очень люблю сейчас с водой возиться, но тут вот как-то без этого не обойдешься, потому что видно, прям вот если близко подойти, на веки прям вот такие вот шероховатые какие-то поверхности, мне такое не очень нравится. Конечно, издалека это все так сияет, это вообще не видно и незаметно, но вблизи мне не нравится, как смотрится. И вообще здесь просто провально вот эта вот бронза, она какая-то очень сухая, очень такая вот, вы потом видите свотчи и посмотрите, как по сравнению с любыми другими бронзами из других палеток этот оттенок смотрится очень таким шероховатым, какими-то крупицами просто распадается. Плюс еще мне не нравится цвет, он не какой-то уникальный, просто такая вот золотая бронза. Мультихром тоже, я не любитель мультихромов, тем более таких темноватых. Я люблю такие очень искристые мультихромы, каких-нибудь более светлых оттенков или какие-нибудь там, не знаю, зеленые, в общем, каких-нибудь уникальных цветов. Вот такой вот мареновый какой-то с фруксией немножко, который в желтоватый такой зеленоватый оттенок переливает, и мне кажется, это очень классический цвет мультихрома. У меня таких тоже коллекций есть, и мне вот от колейдос подобного плана гаммы нравится оттенок гораздо больше. Там дальше будет куча просто всяких разных свотчей, и это точно не мой любимый мультихром. И мне вообще не понравился вот этот оттенок коралловый, если бы он был такой, как в рефиле, в принципе, я бы еще им пользовалась как таким акцентным цветом. Но его проблема в том, что когда его растушевываешь, он уходит в какой-то хот-пинг, и такой очень дешевый хот-пинг, как будто его там из палетки Morphe за 10 долларов брали. Здесь у меня, видите, он в этом макияже, в принципе, нормально смотрится, потому что я чуть-чуть набивала оттенок, почти его не тушевала, а форма сделана растушевочным вот этим вот пыльной розой. Его действительно только как акцентный цвет я еще использовала вот в этом макияже с мультихромом, вот этим вот, и тогда еще более-менее как-то интересно смотрелось. А так вообще я не хочу его больше никогда не использовать, тем более не хочу его никогда растушевывать, иначе получится хот-пинг оттенок. Какая-то, не знаю, вот такой вот металлик, он какой-то немножко дешево смотрится, опять же, здесь есть красивые такие блесточки, но по сравнению там с элеганзой во второй розе, мне кажется, этот оттенок проигрывает, он как-то немножко просто смотрится, ну, не знаю, ничего у него такого супер особенного нет. Мне очень нравилась вот эта вот бронза, как она смотрится в рефиле, но почему-то на глазах она мне не так понравилась. Ну, такая очень-очень розовая бронза. И вообще проблема этой палетки в том, что здесь вообще ни одного не розового макияжа у меня в итоге не получилось. Получается только, если там аметистовый использовать с тенями из других палеток или, да, на черной подложке, тогда у меня получался не розовый макияж, а так всегда постоянно получается розовый макияж, и даже те оттенки, как, например, вот этот вот сливово-коричневый, он, когда его растушуешь, все равно очень немножко розовым отдает. И даже если там, если использовать этот матовый плюс еще какой-нибудь вот эту вот бронзу и вот это вот желтое золото, то все равно получается какой-то макияж, в нем немножко розового тоже есть. И еще проблема вот этих вот оттенков в том, что они будут, скорее всего, затираться, потому что, видите, у меня уже слегка какие-то вот, как будто начала немножко корка образовываться. То же самое с мультихромом. Мультихром, кстати, немного другой текстуры, чем мультихром из второй розы. Мне кажется, он такой более гладкий, более такое вот тонкое нанесение получается, но мне формула мультихрома из второй розы нравилась больше. И мне не очень понравился вот этот коричнево-сливовый. Он, во-первых, вообще проматывал, мне кажется, я в первом впечатлении сказала, что такие же, как во второй розе. Во второй розе, в самом деле, получше матовые. Я смотрела обзор у Ленский Бьюти, и она там сказала, что немножко, когда их сводчишь, они действительно какие-то вот на ощупь еще и другие. И да, действительно, я присмотрелась и поняла, что другая немножко формула здесь. Она чуть более пыльная, чуть более осыпается оттенки. И вот этот вот немножко плешивит, когда начинаешь его растушевывать. Но, в принципе, можно работать нормальные, ну, нормальные матовые, не такого классного качества, как были в палетке Venus and First. Там вообще просто прекрасные матовые. И даже во второй розе, мне кажется, матовые были получше. Но все равно можно этими всеми матовыми работать. Просто не самый топ у Pet Magrat. К этому оттенку претензий нет никаких. Он прям такой нежный, какой-то кремовой текстуры. Он прям тает на коже. Вообще просто мне нравится оттенок. Такое вот светло-шампанское с легкой розовинкой. Обожаю его как хайлайтер использовать, как там подсвечивать внутренние уголки. И просто классный, мне кажется, самый классный хайлайтерный оттенок из всех палеток у Pet Magrat. Ну и вот, получается, я в восторге от вот этих вот трех оттенков. И все остальное мне не очень нравится. И какой-то вот, например, желтая бронза для меня вообще провальный оттенок. И мне не очень нравится вот этот вот сливово-коричневый. Плюс еще здесь нет прям самого темного оттенка. Обычно там Pet Magrat вот такой вот коричневый, какой-нибудь более темный. Либо вообще черный она кладет, но здесь его нет. И еще мне не нравится, что аметистовый оттенок, он лучше всего раскрывается на черной подложке. А тут черный не положили. Как-то приходится, ну, либо карандашом делать базу, либо я делаю базу черную от P.Louis. И здесь просто нет матовых, чтобы показать всю красоту этого аметистового оттенка. Не знаю, мне кажется, я делала вот макияж с палеткой Хиндаш из черной базы P.Louis. И мне гораздо больше понравился этот оттенок. В нем сразу вылазит такой вот синий. Есть такой синий-фиолетовый красивый макияж получается. А если его использовать с матовыми из этой палетки, он такой какой-то банально розово-фиолетовый. И не видна вся красота. Мне кажется, зачем вот, ну, класть такой красивый оттенок в палетку, чтобы потом даже в своих же промо-компаниях показывать, что лучше всего этот оттенок смотрится с черными, какими-то серыми тенями. И никаких этих теней здесь нет. По поводу того, как тени носятся. Мне кажется, нормально они носятся. Я очень сильно сыпучий. Они более сыпучие, чем в других палетках. Но я не сильно на это ругаюсь, потому что, ну, не знаю. Я привыкла к сыпаниям на лице. Если вы такой не любите, это, мне кажется, палетка не для вас. И еще здесь все-таки немножко она менее юзер-френдли, мне кажется. Вот в плане именно Special Shades их лучше все-таки вот аметистовые, да, на черную подложку нужно делать, которые тоже не все умеют делать. То есть нужно растушевывать либо черный карандаш, либо специальный вот базу, да, пилуис или какая-нибудь черная матовая помада от Jeffree Star. И не у всех такое есть. И не у всех есть время, чтобы всем этим заниматься. Там у меня будут дальше два туториала макияжа вот этого оттенка, на черной подложке, потому что у меня эти два макияжа самые любимые, мне кажется. И вот этот вот оттенок тоже очень красивый. Ну, я вот, например, сегодня наносила только вот влажной кистью. Можно было без каких-то гигантских осыпаний нанести оттенок, иначе просто очень сильно сыпется. Про эту бронзу желтую я вообще молчу. Она, не знаю, сыпучая, очень сыпучая. Но, в принципе, если у вас нет первых двух роз, я уверена, что она вам понравится. Потому что качество все-таки хорошее. Просто, не знаю, мне не нравится. У меня такое ощущение, что в этой палетке какие-то оттенки, кроме двух, которые самые красивые, все остальные какие-то без изюминки. У матери все-таки раньше все окружающие Special Shades оттенки, они были хотя бы с изюминкой, какие-то продуманные, какие-то цвета, которые было тяжело описать, какого они цвета. Вот эти вот они какие-то простоватые немного. Не знаю, может быть, я уже, как говорится, жиру бешусь. Но вот такие вот у меня впечатления о палетке. Там дальше будут у меня куча просто всяких разных скотчей. Я хотела еще, забыла заскочить и BH Нервина. Здесь есть один такой оттенок с немножко зеленым. Я хотела его сравнить с тем, что вот у меня на глазах. Он, конечно, более многогранный, чем у Анастасии, но и стоит она по-другому. Я говорю про вот этот вот оттенок, который B1. Ну и давайте просто, раз уж я вытащила эту палетку, А3 оттенок тоже заскочим. Ну, тут другой, конечно, уровень блеска. Не похожие оттенки совсем. Давайте, кстати, еще отсюда заскочим глиттер. И вот глиттер из этой палетки. Тоже не могу сказать, что похожее, но по уровню блеска, кстати, приближается к этому оттенку. Ну, на то он и глиттер. Ну и дальше будут сравнительные свотчи, и я с вами еще в конце поговорю и попрощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что, я разложила тут всякие палетки. Пока солнце вышло, решила вам посвотчить. И вот уже у меня первые свотчи. Самая первая бронза, это вот из новой Utopian Dream палетки. Самая такая, видите, сыпучая и с такими крупными частицами. И здесь, видите, немножко золото еще вкраплено. Второй свотч, это вот из Sublime, из второй Mothership. Третий свотч из Bronze Seduction. Вот эта вот бронза, которая посередине. И последний свотч, это из Mothership Mega. Вот этот вот оттенок, тоже бронза. И, как видите, блин, все просто примерно одно. Мне кажется, я бы с одной бронзой обошлась. Мне все остальное, наверное, не нужно было бы. Мне кажется, самая удачная бронза из вот этих вот всех. Это из второй, из Sublime. Вот который здесь, второй свотч. Он, видите, очень такой более гладкий, несмотря на то, что он даже в Sublime суховатый. Вот этот прям вообще очень сухой, очень сыпучий. И здесь только один плюс, что внутри такие желтые блесточки, но очень сыпучий оттенок. Мне из второй Sublime нравится бронза гораздо больше. Так, и следующие свотчи, это меня просили вот эту вот часть. Кроме я не стала растушевочный свотчить, вместо него я засвотчила бронзовый. То есть вот эти вот три оттенка и бронзовый я сравнила с... Господи, как эта палетка-то называется? Venus in Flurs, Voyeuristic Vixen. Неудивительно, что я забыла название, потому что название, конечно, как всегда у Пэтмоград. Ну вот слева, значит, у нас Hitopian Dream, и справа у нас Venus in Flurs. Здесь, конечно, вот этот оттенок, он такой дуохромный. Розовый из Hitopian Dream, он же здесь не особо дуохромный. Тут просто такие блесточки есть разные, золотистые и серебристые. Здесь вот все-таки такой прям дуохром явный. Но так, в принципе, оттенки очень похожи, как мне кажется. И бронза вот из Venus in Flurs, она такая более бронзовая. Здесь все-таки примесь какого-то розового есть, а тут прям просто бронза-бронза. Как мне кажется, и на свету тоже все очень красиво. Но мне кажется, в чем-то очень похожая вот эта вот палетка по цветам с вот этой. Там, конечно, не один в один дюб, но мне кажется, можно было и обойтись. И вот меня еще просили в инстаграме засвотчить Corruption оттенок из Mothership Mega. Вот здесь вот он находится с мультихромом из Hitopian Dream. И вот, собственно, получается, как они смотрятся. Ну, исключая то, что мультихром из Hitopian Dream, он такой прям супер гладкий и больше мультихромит, в принципе, вот по цветам похожи эти оттенки. И перелив у них тоже какой-то из маренового в какой-то бронзово-желтоватый. Здесь просто еще чуть-чуть есть зеленого, мне кажется, поэтому он больше мультихром. Но так, в принципе, немножко по характеру похожи оттенки. На свет тут, конечно, все сияет больше у из Hitopian Dream оттенок. И Corruption все-таки такой более какой-то красный на свету. А тут вот, видите, если рукой покрутить, в принципе, у них перелив немножко, чуть что-то есть похожее. Ну и раз я стала сводчить мультихромы, давайте я вам все свои мультихромы засводчу. Тут у меня, видите, первый из Hitopian Dream Multichrome, второй из Mothership Mega, который Corruption. Третий это Head Rush от Tiranus Cosmetics. И последний это Cleona Forge. Видите, Cleona все-таки всех побила по какой-то по красоте, мне кажется, мультихрома. Просто нереально блестит, тоже вполне себе, как и не в себя. Очень красиво. И перелив неуклеона все-таки, наверное, больше нравится, хотя зеленый не все любят. Ну, такое, знаете, мультихром, мне кажется, я могла бы вводить с каким-то одним оттенком. Мне столько мультихромов не нужно, я ими не так часто пользуюсь. Так, и решила я сравнить две эти палетки Hitopian Dream и Mothership Mega. И, ну, на самом деле, очень похожие есть какие-то оттенки. Всех, конечно, не нашла я дюпов, но какие-то прям вообще очень-очень похожие. То есть слева у нас тут Hitopian Dream, да, вот на этой стороне. И вот здесь вот у нас Mothership Mega. Тут, конечно, нет нечета оттенком из Mothership Mega. Вот эти вот оттенки из Hitopian Dream. Здесь вообще другой уровень, все блестит нереально. Ну, по цветам, в принципе, цветовая история, как Пэт Маград любит. Вся такая, обязательно вот матовые у него такого плана будут. И такие оттенки драгоценных камней обязательно все в палетках будет. Мне уже, честно говоря, такая история надоедает. Тут, конечно, видите, какой блеск. Но все равно какие-то похожие истории слишком, мне кажется. Если бы Пэт Маград сделал все-таки постельную палетку, это было бы ново и классно. А такого рода палетки уже, ну, блин, сколько можно. И специальная звезда, специальный гость. Кот, все переживают, что я тебе не показываю. Что вы хотите передать своим фанатам? Ничего. Ну что, приступим к макияжу. Так как нам мать, как всегда, не доложила матовых, я, наверное, возьму тогда здесь где-нибудь на пересечении коричневого и серого вот такой вот оттенок. И пускай это будет мой растушевочный. Ну, вот у нас готова наша база. Я сейчас еще, наверное, для чистоты растушевки пройдусь немножко вот здесь вот на пересечении белого и сверло-коричневого. Просто наберу оттенок и растушую границу нашего коричнево-серого. Мне кажется, я забыла сказать вообще название палетки. Это Биотопси от Хиндаш. Я очень люблю эту палетку. Мне кажется, я вам уже не раз это говорила. И сейчас, наверное, еще возьму вот такого темного оттенка на стыке черного и темно-коричневого. И просто затемню немножко уголки. И слегка вынесу все это дело в складку. Ну и вот, собственно, готова наша канва для черной подложки и для черной подложки. Я буду использовать не карандаш, потому что мне лень. Я использую черную базу от Пи Луис. Можно, конечно, на карандаш, если у вас такой вот базы нет. Но я думаю, доводить до совершенства не будем эти смойки. Потому что все равно все мы сейчас перекроем этим красивым метистовым оттенком. Так как база еще не до конца подсохла, я просто нанесу без праймера, вот, без этого стика от Пэт Маград. Я просто нанесу на слегка влажную базу. Блин, очень красиво. Вообще другое дело. Беру такую маленькую кисть, тоже нанесу немного этой черной базы. Сейчас я прям совсем чуть-чуть наберу оттенка нашего растушевочного и просто чуть-чуть совсем потушу здесь черную базу. И опять же беру маленькую кисть, набираю аметистовый оттенок и начну просто наносить на нижний век. Ну, я рискую немножко все испортить, но ладно, давайте возьмем вам хайлайтерный оттенок и нанесем его в уголки глаз. Ну, и под бровь еще его давайте нанесем чуть. Я боюсь все испортить, но вообще хотелось, наверное, чуть-чуть нанести этого стика поверх и посмотреть, добавит ли это влажный блеск. Ну, я просто боюсь, что он слегка подснимет с тени. Ну, ладно, давайте, если он подснимет, просто уберем. Точнее, добавим просто поверх теней. И вот тень со стиком, тут тень и без стика. Видно ли разница? Мне кажется, есть разница. Тут такие более яркие какие-то блестки стали, более влажные. Да, мне кажется, разница заметна. Ну, посмотрим, не скатаются ли от этого тени. Ну, и, собственно, это мой макияж завершен. Я сейчас нанесу каял. Скорее всего, это будет какой-нибудь синий каял. Накрашу ресницы и вернусь к вам. Начнем с черной базы P.Louis. Я просто сейчас нанесу на... Начинаю с ресничного края и немножко растушую, идя наверх. Постараюсь какой-нибудь градиент сделать, но у меня обычно с этой базой не очень получаются градиенты. Ну, выглядит, конечно, ужасно. Я надеюсь, с нанесением шиммеров все это как-то поменяется, будет симпатичнее выглядеть. Насчет градиента, ну, не могу сказать, что у меня как-то прям получилось. Так, сейчас я хочу на одной стороне попробовать этот стик от Pat McGrath и хочу на другой стороне попробовать мокрую кисть, потому что я смотрела обзор от Bad to the Brow. Это блогер, я оставлю внизу ссылку на видео. И там она сравнивала этот стик и с водой, и с другими какими-то базами под глиттер. И в итоге с водой, кстати, нормально было. Почти так же, как вот с этим стиком, я хочу попробовать. Прежде чем я это сделала, я хочу еще чуть-чуть добавить этой черной базы, потому что, мне кажется, вот у ресничного края хочу побольше, чтобы было темного. Так, ну вот сейчас приступим. Я на одной стороне нанесу стик. Теперь набираю метистовый оттенок. Попробуем сначала кистью, потом, если что, добавим пальцем. Мне кажется, нужно немножко пальцем добавить в середину где-то. Ну, в общем, как-то так получается. И сейчас я оттенок Venusian Orchid нанесу на внутреннюю часть века. Не могу сказать, что я прям в восторге. Но, тем не менее, давайте продолжим с другой стороны. Так, я намочила кисть. И мокрой кистью наберу оттенок Astro Lamy Tismon. И нанесу на подвижное веко. Мне кажется, тут даже больше набралось гораздо и осталось на веки, чем вот на этой стороне. Теперь набираю оттенок Venusian Orchid и его тоже распределю по внутреннему уголку. Ну, и теперь осталось оформить нижний век. Опять же, тоже нанесу на нижний век черную базу. Так, опять же, на эту сторону я нанесла стик, а на другой стороне просто влажной кистью сначала на стик нанесем. Очень сильно все сыпется и мне прямо летит в глаз. Теперь влажной кистью нанесу. Слушайте, ну вот влажной кистью она носится прям гораздо больше, гораздо плотнее. Давайте я на этой стороне тоже немножко добавлю влажной кистью, а то как-то очень по-разному все выглядит. Ну, в общем, как-то так. Я даже не знаю, какой-то очень странный макияж получился, но сейчас я здесь внизу почищу все консидером, нанесу каял, накрашу ресницы и вернусь к вам. Так, я думаю, начнем с растушевочного цвета. Возьму этот розовый. Ну, в общем, что-то такое получилось. Сейчас я хочу нанести коралловый. Я не люблю этот цвет растушевывать, поэтому постараемся просто его как акцент поставить и прям совсем чуть-чуть в складке растушевать. И теперь я влажной кистью нанесу оттенок Venusian Orchid на подвижное веко. Ну, вот как-то так смотрится и осталось оформить только, получается, нижнее веко и такой вот быстрый макияж. Ну, и для нижнего века, опять же, возьму растушевочный самый первый наш оттенок. И теперь вот такой кистью, почти карандаш, я наберу коралловый оттенок и оформлю нижнее веко просто там, где ресничный край. Теперь той же самой влажной кистью я просто нанесу красивый шиммер на нижнее веко. Все прям очень сыпется. Мне кажется, это слишком большая кисть. Ну, и хайлайтерный оттенок, наверное, просто тоже нанесем во внутренний уголок. Ну, и, собственно, получается вот такой какой-то глаз. Я сейчас сделаю второй, нанесу каял, накрашу ресницы и вернусь к вам. Так, я уже переоделась и вспомнила, что я забыла сказать хотя бы пару слов про вот этот вот стик от Pat McGrath, который Intensifies. и это своего рода такой праймер, который по текстуре похож на какой-то бальзам для губ, скорее даже. Он не липкий, не клейкий. И вот, смотрите, я делала этот макияж просто влажной кистью и у меня, во-первых, отпечаталась тушь на этом оттенке. Плюс еще, мне кажется, начинает чуть подскатываться уже оттенок. И могу сказать, что с Intensifies нанесением влажной кистью и Intensifies они, в принципе, почти одинаково смотрятся на веки, но с этим праймером у тебя хотя бы не скатываются так сильно тени, как с нанесением влажной кистью. Потому что вчерашний мой макияж он прям очень сильно скатался, когда я просто наносила влажной кистью, а на Intensifies второй глаз был вообще нормально смотрелось. Так что есть, наверное, смысл в этом праймере и сравниваю его с клеем для глиттера. С клеем для глиттера получается более плотное нанесение. Если вам нравится такое суперфольгированное нанесение, тогда это не для вас праймер. Он такой довольно легкий, не смотрится фольгированными шиммерами с этим праймером, но меня такое устраивает. Я не против такого рассеянного света, значит, когда не так плотно оттенки на глазах смотрятся. Так что мне, в принципе, понравился праймер настолько, что я бы, наверное, еще раз второй раз купила, когда он у меня закончится. Он очень такой приятный на веки, не такой, как клеем для глиттера. Клей для глиттера я постоянно чувствую, что у меня что-то на веках есть. А с этим праймером вообще нормально. И, в принципе, он немножко все-таки продлевает жизнь теням. На нем немножко лучше тень держится, чем просто на обычном праймере, как мне кажется. Так что мне понравился этот праймер. Не понравился, конечно, ценой. И оно на каких-нибудь больших скидках у Пэт Маград я, может быть, куплю еще раз праймер. Он все-таки неплохо смотрится. Он не делает чудес. Чудеса, наверное, больше на клее для глиттера случаются. Вот. Но мне нравятся такие вот влажные макияжи с этим стиком, какие получаются. Вот. Так что одобряю. Значит, стик этот, но это не что-то волшебное, не волшебная палочка. Это точно. Ну, вот такой вот получился макияж. Что я хочу еще рассказать про эту палетку. Ну, если вам нравится вот такая вот цветовая гамма, не слушайте меня, что я там говорю, они не такие сложные оттенки, они как-то дешевле смотрятся, чем то, что было раньше у матери. Просто берите, и у всех вкусы абсолютно разные. То, что мне там дешевым кажется, кому-то может казаться каким-то очень интересным, инновационным. Поэтому берите меня, не слушайте, потому что качество здесь в принципе нормальное. Я не могу сказать, что что-то мне доставило прям какие-то хлопоты. Было немножко неудобно наносить черную подложку, чтобы этот красивый оттенок во всей красе показывать. Но все остальное в принципе терпимо. Да, матовые могли бы быть получше, учитывая, что у нее в последних двух палетках были классные матовые. Но в принципе можно было легко накраситься, и все макияжи, которые я делала в эти дни, они, не знаю, минут 10-15, ну максимум полчаса, наверное, на все про все можно было накраситься. В общем, я не знаю, я постила макияжи, и мне люди писали в инстаграме, что кто-то говорил, что кроме вот этих двух оттенков, да, метистового и виной же норки, который такой лаймово-золотистый-серебристый какой-то оттенок, что там больше ничего интересного нет. Я, наверное, с этим мнением соглашусь, потому что все остальное как-то я могу какими-то другими палетками сделать, никто даже не догадается, что это не Huitopian Dream. Но как первая палетка Pet Magrat, мне кажется, она вполне подойдет, и здесь действительно есть два вот таких вот невероятно красивых спешелов, и такое не во всех, кстати, палетках бывает Pet Magrat. Например, в той же самой Divine Rose 1 там очень хорошей гаммы, да, такой сдержанный, элегантный палетка, и, в принципе, все хорошего качества оттенки, но они не такие супер запоминающиеся, например, как вот эти вот два, то есть все это дело вкуса, если вы хотите какую-то яркую такую палетку на выход, то вот эта палетка вполне себе подойдет. Все сияет на глазах, конечно, и такая гамма, мне кажется, яркая, модная, я бы сказала, потому что многие палетки вот в такой вот гамме сейчас выходят, поэтому берите, конечно, и аметистовый, действительно, аметистовый, и вот этот вот оттенок, они уникальны, я не нашла никаких дюпов на них в своей коллекции, мне просто обидно было, что я 125 долларов, опять трачу на что-то, что обычно у меня уже есть во второй розе, то есть если мою жажду каких-то ярких розовых макияжей, вот эта палетка, она вполне себе удовлетворяла, мне не нужна была еще одна палетка такого плана, а в основном, в принципе, нормальная палетка, нормальные макияжи, больше, мне кажется, комплиментов собрала, чем каких-то вопросов все макияжи, которые я делала этой палеткой, и все обзоры, которые я видела, они все, наверное, сводятся к тому, что палетка какая-то не уникальной гаммы, не уникальных каких-то оттенков там, но зато она, макияжи по итогу красивые, так что это самое важное, ну, собственно, больше мне нечего сказать, спасибо большое, как всегда, что досмотрели до конца, напишите мне, как вам вообще эта палетка, купили вы ее или нет, есть ли у вас предыдущие розы уже в коллекции, и не мешало ли вам то, что вот немножко похожие гаммы у этих двух палеток, потому что это интересно не только мне, кто-то, кто не может решить, у кого уже есть эти розы, но очень нравятся вот эти два оттенка, вы поможете им решить, брать эту палетку или не брать, ну, и, собственно, спасибо большое, что досмотрели до конца, пока. Ну, еще все просят мне всегда показывать кота, вот мы с котом гуляли под дождем, кот упорно не хотел все равно идти домой, прыгал по лужам, и вот он дрыхнет, значит, на моем кресле, я купила ему трон, все равно он спит на моем кресле, спать номер раз, кровать номер два, но лежать, конечно, нужно здесь, сейчас я буду монтировать, буду, наверное, монтировать стоя, подниму свой стол, и еще он недоволен, что я ему мешаю спать, во время Forst. Субтитры сделал DimaTorzok в следующем have fun